добрый вечер мы не встречались две недели вот и я думаю что многое подзабылось это время я хотел бы отметить что за эти две недели произошло несколько событий которые вселяют определенную надежду хотя и тревога остается немало с одной стороны были уничтожены две головы гидры 1 беруте главный военачальник хизбаллы и другая тегеране из моей линии глава хамаса вот это вселяет надежду на то что зло рано или поздно бывает повержено вот с другой стороны мы знаем что в результате довольно сложного обмена на свободу вышли российские политзаключенные которые томились в тюрьмах это тоже вселяет определенную надежду потому что какое-то количество зла в мире было убавлено благодаря этому вот и хочется верить что это несмотря на все тревоги которые обуревают нас на текст сейчас поживет в израиле что это только начало и что какое-то будет продвижение к свету и добру и книга которую мы читаем иудит она в общем то тоже об этом том как можно повергнуть зло и тем самым увеличить силы добра и света в мире при этом напомню вам что книга иудит книга не каноническая и мы еще поговорим о том почему это так довольно резкой форме противостоит книге эстер это прямо не заявляется но есть столько деталей которые нас подводят к этой мысли что их как бы масса этих деталей их количество не могут уже восприниматься как что-то случайно автор книги иудит писал своего рода антитезу книги эстер и мы видели что как любая антитеза эта книга строится прежде всего на какой-то общей базе а база это состоит в том что над народом израиля и участью нависает смертельная угроза в книге эстер это персидской диаспоре иудит это земли израиля и в обоих случаях спасительницы выступает женщин женщина которая берет на себя ответственность и готов готовность появляет готовность пожертвовать собой ради своего народа это как бы некоторое общее сходство но на этом собственно сходство и заканчивается мы уже отмечали по крайней мере два таких центральных даже можно сказать три центральных момента один может показаться таким немножко техническим на самом деле он тоже очень важен которые противопоставляют иудит эстер первый момент это все что связано с именем эстер имя персидская и соответственно до почти последнего момента скрывается еврейское происхождение эстер а по ее имени невозможно догадаться что она иудеянка противоположность этому иудит носит символическое еврейское имя которое говорит само за себя и первое что она делает придя в ассирийский стандарт разглашает что я иудеянка второй момент на который мы обратили внимание состоял в том что не гистер каким-то непонятным странным образом не хватает присутствие бога и присутствие обращения бог не обсуждаем сейчас почему это так не гистер бог не упомянуты молитвы обращенные богу есть какие-то лишь намеки на эти молитвы в одном единственном слове в конце книги где говорится за котом вопли их вопли их и все есть правда пост но даже интересно что когда говорится об объявлении поста не упоминается бог противоположности этому ноги иудит бог упоминается постоянно его присутствие ощутимо на протяжении всех лавки и и люди молятся молятся ли в иерусалиме он соolutions и лидиса улюли молятся люди еудите вוה Ran Deadly молится главная героиня это очень важно молится главная героиня молится истер и молится иудит и она еще будет молиться но вот она молится перед тем как пойти в ассирийский стан и И упоминает в этой молитве своего праотца Шимона, к чьему колену она согласна, иудит принадлежит, и просто так его упоминает, а явным образом отсылает нас к рассказу о том, как Шимон вместе со своим братом Леви взяли мечи и отомстили за поругание их сестры Дины. Мы увидим, что это то ружье, которое висит на стене и рано или поздно выстрелит. И третий момент, на который мы обратили внимание, это момент, связанный с едой. В самом деле, еда это просто индикатор. Мы вообще ничего не знаем о книге Эстер, как и в какой форме Эстер ведет еврейский образ жизни. Это никак в книге не зафиксировано. А в противоположность этому, книге иудит, подчеркивается ее постоянная приверженность к законам еврейской традиции. И в частности, это проявляется в том, что когда она выходит из города в сторону сирийского стана, она берет с собой запасы еды и питья, потому что нельзя пользоваться тем, что предложат тебе язычники. Вот я сейчас открою наш файл. И секунду, одну секунду, одну секунду. Да, значит, вот этот файл. Мы, поскольку прошло уже несколько недель, две недели с тех пор, как мы читали текст, я думаю, что мы начнем читать с начала 11 главы. Вот, но я просто напоминаю вам, что иудит, вот она в предыдущей главе, говорится о том, как она дала служанке своей мех вина, сосуд масла, наполнила мешок мукой, сушеным плодами и чистыми хлебами, обернув все эти припасы свои, возложила их на нее. Да, это как бы вот такая, казалось бы, маленькая деталь, но на самом деле очень важная, потому что она свидетельствует о том, что для автора иудита это очень важно, да, и приверженность героине и еврейскому закону. Сейчас вот главе, которую мы сейчас будем читать, потому что мы, может быть, ее не дочитали в прошлый раз, это проявится. Иудит встречается с Алаферном, да, с военачальником Навуходоносора, да, мы сейчас не будем опять повторяться и говорить о том, насколько все это странно и неисторично. Все то, что описано в начале книги Иудит по поводу нашествия Навуходоносора на Иудею после разрушения первого храма, уже после возвращения в Сион, когда никакого Навуходоносора уже не было. Но так или иначе, они встречаются. Встречаются так же точно, как встречается Эстер с Ахашвироши, да, Эстер идет к Ахашвирошу, да, рискуя собой, да, она говорит там, Мордыхайл, тот, кого царь не вызывает, ожидает только одно, смерть. А я уже не была звана царю 30 дней. Тем не менее, Эстер готова пожертвовать собой после, впрочем, того, что Мордыхайл на нее давит, да, сначала не хочет этого делать, Мордыхайл на нее давит, тогда она на это готова пойти. В книге Иудит противоположная ситуация. Герой-мужчина, да, градоначальник Узия, он в противоположность своему имени, который имеет значение «Моя сила Господь», проявляет малодушие и готов сдать город. И как раз, кто его ободряет, ободряет его Иудит. Но так или иначе, обе они рискуют собой и встречаются с тем, кто может их умертвить. Дальше, что, собственно, происходит? Аллаферон сказал ей, да, мы читаем 11 главу, «Ободрись, жена, не бойся сердцем твоим, потому что я не сделал зла никому, кто добровольно решил сослужить на Угудоносове, царю всей земли. И теперь, если бы народ твой, живущий на горло стране, не пренебрег многим, я не поднял бы на них копья моего, но они сами это сделали для себя. Скажи же мне, почему ты бежала от них и пришла к нам? Ты найдешь себе здесь спасение, не бойся, ты будешь жива в эту ночь и после, потому что тебя никто не обидит. Напротив, всякий будет благодетельствовать тебе, как бывает с рабами господина моего царяна Угудоносора. Не забудем о том, что уже была отмечена потрясающая красота Иудит. И хотя из слов Ферна невозможно заключить, что он уже захвачен этой красотой, но длина его речи, всяческие обещания, что Иудит ничего не угрожает, у него встанет, уже дают определенный намек на дальнейшее развитие. Что же отвечает ему Иудит? Иудит сказал им, выслушай слова рабы твоей, пусть раба говорит перед лицом твоим, я не скажу лжи господину моему в эту ночь. На самом деле мы, читатели, понимаем, что она скажет именно ложь. «Если ты последуешь словам рабы твоей, то Бог через тебя совершит дело, и господин мой не ошибется в своих предприятиях. Доживет Новохудоносор, царь всей земли, и доживет держава его, пославшего тебя для исправления всякой души, потому что не только люди через тебя будут служить ему, но и звери полевые, и скоты, и птицы небесные через твою силу будут жить под властью Новохудоносора и вселенной дома его». Надо сказать, что, не помню, отмечал я это или нет, потому что мы читали начало этой главы. Здесь скрытым образом Иудит, автор книги, цитирует стихи из книги пророка Ирмияу, который устами пророка объявил абсолютную власть Новохудоносора над всей землей и подчеркнул, что ему будут служить и звери, и птицы, а не только люди. Это как бы вот такой существенный момент, потому что в каком-то смысле, хотя это и не является первоцелью автора, но так получилось, что Иудит является в чем-то и антиподом пророка Ирмияу, который всерьез призывал свой народ покориться Новохудоносору, в то время как Иудит манипулирует этим, использует это пророчество для манипуляции. «Ибо мы слышали о твоей мудрости и хитрости ума». И вот она имульстит. «И все земля известно, что ты один добрый во всем царстве, силен знания и дивен воинских подвигов». А что говорил Ахиор в собрании твоем? Мы слышали слова его, потому что мы уже ведь иду и оставили его в живых, и он рассказал им все, о чем он говорил. Тебе напомню вам, что Ахиор – это глава аманитян в этой книге, который является тоже своего рода таким теологическим рупором, и он еще появится в конце книги. Он убеждает Алаферна, что обычным способом победить иудеев невозможно. Единственное, что может обеспечить победу над ними, это только если они перестанут соблюдать заповеди Бога своего. Алаферн воспринимает это с большим презрением, и в назидание Ахиор отправляет его иудеям в плен, а Ахиор там все это рассказывает. И вот иудит, теперь как бы подтверждение своих слов, то, что она сейчас скажет, она ссылается на Ахиор. «Посему, владыка господин, не оставляй без внимания слова его, но сложи его в сердце твоем, потому что оно истинно. Род наш не наказывается, меч не имеет силы над нами, если они не грешат пред Богом своим». Она повторяет слова Ахиор. «И так, чтобы господин мой не был отражен и безуспешен, и чтобы их постигла смерть, овладел ими грех, которым они прогневляют Бога своего, делая то, чего не следует». Теперь посмотрим, что же они такое делают. Они, если бы мы читали, скажем, текст книги Млахим в Кутанахе, было бы, конечно, сказано, что они служат другим богам. Это главный грех. Если бы мы читали классических пророков, таких как Ишайяу Бенамоц, Ирмияу Бенфильтнияу, то нам было бы сказано, что эти люди убивают, прелюбодействуют, воруют. А тут что? А вот посмотрим. Потому что у них оказался недостаток в пище, и вся вода истощилась. Ну, понятно, осада. И вот они решились броситься на скот свой и думают питаться всем, что Бог строго запретил в законе своему употреблять пищу. Даже начатки пшеницы и десятины вина и масла, которые по освящении хранятся для священников, предстоящих предгрецом Бога нашего в Иерусалиме, они решились употребить. Тогда как и руками касаться их не следовало никому из народа. То есть получается, что предрешение, из-за которого должен пасть город, и в результате Ветилуя, это здесь как бы форпост, если пойдет Ветилуя, то в результате будет открыта дорога на Иерусалим, Иерусалим пойдет тоже. И сделать эти будете ли чего нельзя. Проблема заключается в нарушении законов Торы, Торы, которые связаны с пищевыми запретами. Что подразумевается конкретно броситься на скот свой и думают питаться всем, что Бог строго запретил в законе своем, это не одна конца понятна. Имеется ли в виду, что это какие-то запрещенные животные. Тогда какие? Тут они не упомянуты. Каких животных они могут выращивать? Свиньи здесь не упомянуты. То ли они не производят разделение между священной жертвой, которую надо приносить в Иерусалим, и тем, что называется шхитатхулин, значит, как бы зарезание обычного мяса. То ли то, что они не отдают первенцев своего скота. Это как бы до конца непонятно. Кроме того, тут упоминаются начатки пшеницы, то, что называется бекурим, которые должны приноситься в храм, десятины и ведьма. И то, что мы называем общими терминами на юриде трубот и маосрод, вот он здесь не делает четкой разницы, но так или иначе, это и есть главная проблема здесь, а в устах людей. А это соединяется, на самом деле, с ее заботой о том, чтобы есть только разрешенную пищу и пить разрешенное вино, не язычественное. То есть это один и тот же, по сути дела, мотив в книге. Мотив, который ее, эту книгу, соединяет с книгами эллинистической эпохи, с такими, как книга Даниэля, где тоже в первой главе проявлена эта же забота, с такими, как вторая Маковейская книга, которую мы читали, и где говорилось о том, что стариц Элязар готов был принять мученическую смерть, но только не есть запрещенное мясо, то есть это ищу, которая становится действительно серьезной проблемой в эллинистическую эпоху, видимо, как бы связанная с гонениями антиоха Епифана. Так что, если это так, то вся наша, как бы, псевдоисторическая канва этой книги – это камуфляж. Они послали в Иерусалим, так как и тамошние жители делали это, принести к ним разрешение на то собрание старейших. И как скоро им дано будет известие, и они сделают это, то в тот же день будут преданы тебе на погубление. Да, значит, как бы любопытно, что они, как бы жители Витилуи, проявляют все-таки определенную, по словам людей, все же это выдумка, то, что она придумывает, определенную богобоязненность, они хотят получить разрешение из Иерусалима. На самом деле, для чего это нужно? Чтобы выгадать время. Да, потому что она говорит, что они должны ждать получения этого разрешения, то есть это, вот ты не можешь напасть на них сегодня. Нужно еще подождать. Они еще, они решились это сделать, но еще не сделали. Поэтому подожди. Вот почему я, раба твоя, узнав обо всем этом, бежала от них, а я не хочу в этом участвовать. И Бог послал меня сделать вместе с тобою такие дела, которым изумится вся земля, где только услышит о них. Ибо раба твоя благочестива и день и ночь служит Богу небесной. Теперь, господин, она подчеркивает свою благочестивость, которую подчеркивает и автор. Автор тоже с самого начала заявил о благочестивости иудит. Но здесь она манипулирует этой благочестивостью и в этом смысле, опять же, проявляется определенное сходство между эстер и иудит. Потому что и та, и другая создают определенную интригу, определенную манипуляцию. Эстер с пирами, на которые она приглашает царя и Амана, с тем, чтобы в результате привести к падению Амана. А иудит вот с этой интриги. Но разрешение интриги совершенно иное, и оно не просто отличается. Это принципиально иное разрешение, чрезвычайно важное для автора, как мы увидим. Теперь, господин мой, я останусь у тебя. Только пусть раба твоя по ночам выходит на долину молиться Богу, и он откроет мне, когда они сделают свое преступление. Я приду и объявлю тебя, и ты выходи тогда со всеми твоим войскам, и никто из них не противостанет тебе. Заметьте, она просит разрешения выходить по ночам, молиться Богу, чтобы тот открыл ей, когда они сделают свое преступление. То есть она как бы позиционирует себя перед ним, как пророчица. И действительно, автор книги и иудит потом представит ее как пророчицу в чем-то. Но здесь-то она обманывает Алафьяна. А для чего она в самом деле будет выходить ночью в долину за пределы Ассирийского стана мы увидим. Она действительно будет выходить. Я приду и объявлю тебя, и ты выходи тогда со всем твоим войском, и никто из них не противостанет тебе. Я поведу тебя через Иудею, доколе не найдем до Иерусалима. Поставлю среди его седалище твое, и ты погонишь их как овец, не имеющих пастуха. Тоже выражение взятые из книги Ермия. То есть автор пользуется несколькими текстами этого пророка. И пес не пошевелит против тебя языком своим. А это тоже любопытный такой вот троп, любопытный оборот, который позаимствован из книги Шмот, из истории Исхода. Когда Израиль выходил из Египта, то, как там сказано, Бог обещает, что даже пес не пошевелит языком своим. А здесь это как бы она говорит о том, что ты сможешь погнать в плен, и никто не будет противостоять. То есть как бы обратный эффект, противоположность, зеркальное отражение Исхода. Это сказано мне по откровению, то есть она себя объявляет пророчицей. Я объявлено мне, я послана возвестить тебе. Опять же любопытно, мне кажется, я даже упоминал это. Хотя в книге это предшествует несомненно Иосифу Флавию, его истории, но в чем-то иудит является противоположностью Иосифа Флавия, потому что Иосиф Флавий тоже представляет себя как человека, который пришел в Веспасиану по Божьему посланию, он послан Богом, с тем, чтобы возвестить Веспасиану, что он станет римским Цезарь. И он так говорит там серьез. Здесь опять же это все манипуляция. Понравились слова Иоа Лаферну и всем слугам его. Они удивились мудрости и говорили от края до края земли нет такой жены по красоте лица и по разумным личам. Она с одной стороны невероятно красива, так же как и Эстер, с другой стороны невероятно разумна. Надо сказать, что Эстер в книге Эстер не называется разумной, хотя ведет себя весьма хитроумно. Здесь это всячески подчеркивается. Аллаферн сказал ей, хорошо Бог сделал, что вперед этого народа послал тебя, чтобы в руках нашего была сила, а среди презревших господина моего гибель, прекрасно ты лицом и добры вечи твоим. Если ты сделаешь как сказала, то твой Бог будет моим Богом, ты будешь жить в доме царяного худоноса и будешь именит во всей земле. Он обещает тебе золотые горы и более этого обещает ей как бы что называется перейти сегодня мы бы сказали перейти в иудаизм, но во всяком случае принять веру в еврейского Бога. То, что тоже подчеркнуто и акцентировано в книге Истер, когда евреи, правда там говорится о том, что когда евреи побеждают, вот в этот момент страх нападает перед ними перед подданными империей и как там сказано они мит-я-гадим становятся евреем. Здесь как бы Алаферн обещает ей веру, принять веру в Бога взамен на победу над евреями. То есть он попадает в ее капкан. Мы понимаем, что как бы согласно библейской логике тех авторов, которые пишут по следам Танаха, это нонсенс. Человек не может принять веру в еврейского Бога из-за поражения евреев. Наоборот, победа евреев, такая, как расход из Египта и подобные события, они могут вызвать такого рода реакцию. С другой стороны, мы понимаем опять же, что Алаферон как бы уже поддается чарам Лендид. Он, говоря, что твой Бог будет моим Богом, он в каком-то смысле ищет ее близости. И она это прекрасно осознает. Мы начинаем читать 12-ю главу книги и приказал ввести ее туда, где хранили серебряные сосуды. И он велел ей пользоваться пищей от стола и пить вино. Иудит сказала, не буду есть этого, чтобы не было соблазна. Пусть подают мне то, что принесено со мной. Она, как мы видим, не скрывает своего еврейского происхождения и подчеркивает опять-таки, что ей нельзя питаться от языческого стола. Вопрос, который так мучил комментаторов книги Истер, что ела Истер, когда она вошла во дворец Хашмироша, здесь разрешается сразу. Иудит четко говорит, Алаферн сказал ей, а когда истощится то, что с тобой, откуда мы возьмем, чтобы подавать тебе подобное этому, ибо среди нас нет никого из рода твоего, как же мы тебе обеспечим. Иудит отвечал ему, доживет душа твоя, господин мой, раба твоя, не издержит того, что со мною прежде, нежели Господь совершит моей рукой то, что он определил. Все хорошо, ни о чем не волнуйся, мне хватит. Примерно то же самое отвечают Даниэль и трое юноши, которые вместе с ним в первой главе книги Даниэля, когда человек, царедворец, который назначен, чтобы за ними следить за тем, чтобы у них всего было в достатке, обеспокоен тем, что они не едят предлагая им еду, они говорят, с нами все будет хорошо, ты увидишь. И ввели ее слуги Аллаферна в шатер, и спала она до полночи, а перед утреней стражу и встала и послала сказать Аллаферну, да даст господин мое повеление, чтобы рабе твои дозволили выходить на молитву. Аллаферн приказал своим телохранителям не препятствовать ей. И пробыла она в лагере три дня, а три дня, как всегда, такое символическое число, по истечении трех дней обязательно что-то происходит. Вот и в книге Истер число это тоже играет определенную роль, потому что именно на третий день, как сказано, Истер отправляется на встречу с Ахашмирошем, одеваясь старские одежды. На третий день, мы помним, Синайское откровение происходит после прихода в горе Синай. Так вот, и здесь она три дня, а по ночам она выходила в долину Метилуи, этого города, с которого она происходит, о котором мы еще поговорим, омывалась при источнике воды Акулайи. Теперь мы знаем, зачем ей нужно было выходить. Ей, конечно, не нужно было молиться Богу для того, чтобы узнать, когда Израиль созреет, для того, чтобы его завоевать. Естественно, нет. А ходила она чтобы смывать себя, так сказать, нечистоту пребывания в языческом лагере, то есть, как бы, при том, что она ни с кем, по сути дела, не заобщалась, неважно, она находится в языческом лагере, который является символом нечистоты. Она выходит омываться. И, любопытно, что Медраж, который приводится в Ивановском Талмуде в трактате Магила по поводу книги Эстер, говорит о том, что Эстер каждый раз после того, что вынуждена была проводить ночь с Ахашвирошем, ходила в Микву и омывалась. Какая Миква? Где она была? Мы не знаем. Сама книга Эстер ничего же об этом не рассказывает. А вот для автора книги Леудит это очень важный момент. Вот для чего Иудит выходит из стадии. Она действительно молилась к тому же. Но молилась она не прощала не ту молитву, которую думал Алаферн, а противоположную. И выходя, молилась Господу Богу Израилеву, чтобы он направил путь ее к избавлению сынов его народа. По возвращении она пребывала в шатре чистую, а к вечеру приносили ей пищу. В четвертый день Алаферн сделал пир для одних слуг своих и не пригласил к услужению никого из представленных службам. А мы приближаемся к как бы к пику. Три дня прошли, вот сейчас четвертый день должно что-то произойти. И сказал Евнаху, Вагою, управлявшему всем, что у него было, ступай и убеди еврейскую женщину, которая у тебя, прийти к нами и есть и пить с нами. Значит, он является самый новый персонаж по имени Ваго или Бигвай. И он также точно, как и Евнухи в книге Истер следят за красотой женщин, которые приходят к царю, и в том числе за красотой Истер, здесь этот Евнух должен привести иудит калафер. стыдно нам оставить такую жену, не побеседовав с нею. Она смеет нас, если мы не пригласим ее. Здесь чувствуется сразу такое греческое влияние, да, надо вести беседу. Это не просто пир, это своего рода симпозиум, провести беседу, поговорить о высоких делах. Вагою, Виде Аталаферман пришел к ней и сказал, не откажись, прекрасная молодая женщина, прийти к господину моему, чтобы принять честь перед лицом его и пить с нами вино, веселье и быть в этот день как одной из дочерей сынов Ассура, которые предстоят в доме Новохудоносора. Опять автор смешивает ассирийцев с вавилонинами, дочери Ассура в доме Новохудоносора, царя Вавилонского. Иудив сказал ему, кто я, чтобы прикословить господину моему? Поспешу исполнить все, что будет угодно господину моему, это будет служить до дня смерти моей. Значит, смотрите, как она умело манипулирует. Она могла отказаться, она могла бы сказать, нет, нет, я не могу идти в шатер и пировать вместе с язычником, я сказала, что я не ем его иду. Вот, но она понимает, что настал момент, когда плод созрел и нужно сделать как будто бы шаг навстречу. Она встала и нарядилась в одежду, так же точно, как и стая, и во все женское украшение. А служанка ее пришла и разослала для нее по земле перед Алаферном ковры, которые она получила от Вагоя для всегдашнего употребления, чтобы есть воздележа на ней. Затем Иудив пришла и возлегла. Подвиглось сердце Алаферна к ней, и душа его взволновалась. Вот она. Походим к точке экстремума, Алаферн рождет ее. Он сильно желал сойти с нею и стал случай обольстить ее с того самого дня, как увидел. Сейчас это прорвалось. И сказал ей Алаферн, пей же и веселись с нами. Иудив сказала, буду пить, господин, потому что сегодня жизнь моя возвеличилась во мне больше, нежели во все дни от рождения моего. И она брала, ела и пила перед ним, что приготовила служанка ее. То есть она все-таки ест и пьет только и исключительно то, что она принесла с собой. Она ни в коем случае не готова на то, чтобы употреблять пищу язычника. Это подчеркивается снова и снова. Алаферн любовался на нее и пил вина весьма много. сколько ни пил никогда ни в один день от рождения. Значит, она его, по сути дела, приводит к его опьянению. Надо сказать, что этот мотив нам хорошо известен из Танаха. Мы знаем, что опьянение приводит часто к очень нехорошим последствиям, связанным с именно сексуальной сферой. Вспомним героев Нгибер-эши. Ноа, который опьянел, и сыновья увидели его на Гату, и Хам насмеялся над ним, причем комментаторы Медрошей пытались как бы усилить этот момент и сказали, что значит, что Хам насмеялся над ним, то ли он с ним лег со своим отцом, то ли он его кастрировал, не желая, чтобы родились новые сыновья потом, чтобы не было больше наследников. Другая история, не менее известна, это история Лота и его дочерей. Лота опаивают собственные дочери, и в результате ложатся с ними, рождают от него детей, Муава и Амона. Так что мы уже как бы ожидаем нечто подобного. Теперь еще нужно вспомнить мотив национальный. Мы говорили о пророчестве, о пророчестве Ирмияу в том числе, так вот у Ирмияу есть пророчество о том, как народы мира будут пить вино яда или вино гнева Господня, которым он их опаит, и это будет обозначать, что они будут повержены в результате, а Израиль победит. Это такой мотив, который появляется на самом деле не только у Ирмияу и у других пророков, он такой очень важный, и там тоже говорится, что народы выпьют, и оголятся, обнажаться, и будут повергнуты. То есть здесь это тоже такой существенный момент, потому что речь идет не просто о частном противостоянии иудиты Аллаферна, речь идет о противостоянии народа Израиля захватчикам язычников. И вот, когда поздно стало, тринадцатая глава, рабы его поспешили удалиться. Вагой, отпустив предстоящих пред лицом его господина, затворил шатер снаружи, и они пошли к постелям своим, так как все были утомлены продолжительностью пира. В шатре осталась одна иудив салаферном, упавшим на ложе свое, потому что был переполнен вином. А они остались вдвоем, и мы понимаем, что мы близимся к центральной сцене. Иудив велела служанке своей стать вне спальни ее и ожидать ее выхода, как было каждый день, сказав, что она выйдет на молитву. То же самое сказала она и Богою. Когда все от нее ушли, и никого в спальне не осталось, ни малого, ни большого, иудив, встав у постели улаферна, сказала в сердце свое, она действительно молится, но прямо внутри этого шатра, Господи Боже всякой силой, презрив час сей на дела рук моих к возвышению Иерусалима. Отметим в этой связи, кстати, что в книге Истера Иерусалим не упомянут ни единого раза. На самом деле он упомянут, но тоже только в связи с изгнанием. Когда говорится об истории Мордыхая, то действительно в одном стихе говорится Ашер Гоглами Иерусалим, который был изгнан из Иерусалима. Но больше Иерусалим не упоминается ни в каких диалогах, ни в словах автора. Все связано с ситуацией Персидской империи. В книге Юдит Иерусалим играет центральную роль до самого конца. Мы увидим это. Ибо теперь время защитить наследие твоё и исполнить моё намерение поразить врагов, восставших на нас. Потом она молится Богу, прося его поддержки. Она понимает, что без поддержки Бога она не справится с этим делом, так же точно, как она просила об этой поддержке перед тем, как выйти в Ассирийский стан и просила, по сути дела, уподобить её Шимону Працу. Её вот, ещё раз я вам покажу это место, потому что оно действительно очень существенно. Господи Божий отца моего Шимона, которому ты дал руку меч на отомщение иноплеменным, ты сказал, не будет всего они сделали, и вот после всего упомянутого она говорит, сокруши же их крепость силой твоей, уничтожив силой гневом твоим, устами хитрости моей порази раба перед вождём, услышь молитву мою, сделай слово моё и хитростью мою рану и язву для тех, которые задумали жестокое против завета твоего. Вот, так вот, как бы она сейчас исполняет исполняется это её просьба, она становится Шимоном. Потом, подойдя к столбику постели, стоявшему в головах Вала Ферна, она сняла с него меч его, знаменитая картина, на самом деле картин очень-очень много, изображающих, как Юдив убивает его Ферна, и приблизившись к постели, схватила волосы головы его и сказала, Господи Божий Израиль, укрепи меня в этот день, и изо всей силы дважды ударила по шее Эла Ферна и сняла с него голову, и сбросив с постели тело его, взяла со столбов занавеси. Остановимся здесь на секунду. Итак, Стер спасает еврейский народ тем, что слезно умоляет Ахашвироша защитить ее народ. Да, он первый раз во время первого пира спрашивает, что ты от меня хочешь. Она приглашает его на второй пир вместе с Аманом и говорит Ахашвирошу, излагая свою просьбу, пусть мне будет дарова на жизнь по просьбе моей и народ мой по просьбе моей. Мы проданы на уничтожение. И тогда Ахашвирошу смешивается. Дальше мы помним эту интригу, когда Аман умоляя царицу даровать ему жизнь падает на ее постель. Все как бы так складывается не в его пользу. Царь ходит, видит Ахагамлих бош эт амалка ими бабаит и все его ведут на казнь. Аман. здесь происходит нечто противоположное. Героиня просит только одного Бога даровать ей силу. Даровать ей силу. И сама берет в руки меч и убивает гонителя народа Израиля. Она как и Истер построила искусственную интригу. Но конец этой интриги является полной противоположностью тому, что мы видим в книге Истер. Там все делается только путем словесных манипуляций и разрешения полученного со стороны персидских властей. Персидского царя. Здесь единственное от кого иудит хочет получить разрешение это от Бога. И сама берет в руки меч подобно Шимону ее правоцам. Более того еще раз подчеркну и это очень важный момент она так и не дала язычнику даже пальцем дотронуться до себя. она привела к тому что он полностью опьянел что называется не вязал лыка и после этого она его убила отрубила ему голову. Это как бы принципиальный момент. Она себя никак не осквернила. Проблема Истер в глазах многих комментаторов состояла в том что она была женой царя язычник. Возможно по этой причине книга Истер не была найдена в Кумранской библиотеке. В Кумранской библиотеке были найдены фрагменты всех библейских книг за исключением книги Истер. Даже книг более маленьких по объему чем книга Истер. Нет. Конечно были те кто сказали все равно книга Истер не такая большая книга и поэтому могла не сохраниться. Но существует мнение среди исследователей кумранских текстов что это был совершенно сознательный выбор кумранитов которые воевали со смешанными браками которые воспринимали смешанные браки как тяжкий грех как нарушение закона Торы и поэтому в их глазах Истер вышедшая замуж за персидского царя это было поругание святыми и они не могли с этим смириться. Судя по всему такого же рода взглядов придерживался и автор книги Иудит для него это также точно невозможно ему себе представить ситуацию в которой Иудит ест запрещенную Торой пищу также точно невозможно представить себе ситуацию при которой она позволит язычнику осквернить чистоту Девы Израиля она и так после смерти своего мужа хранила вдовство и не выходила замуж а уж тем более тем более соединиться с язычи любопытно опять же напомню вам что уже в переводе в греческом переводе книги Истер в Септуагенте эта проблема чрезвычайно сильно волновала переводчика потому что он вставляет в текст книги Истер на греческом языке молитву Истер обращенную к Богу где она плачет и говорит я вынуждена вынуждена оскверняться близостью этого язычника не обрезанного язычника так там сказано для того чтобы как бы исполнить свою миссию то есть этот момент очень волновал теперь я хочу обратить ваше внимание еще на одну вещь кого напоминает нам в первую очередь иудит если мы думаем о библейских персонажах есть еще один женский персонаж с которым вполне можно ее сравнить этот персонаж довольно известен он появляется в книге судей в книге Шофтин где рассказывается о войне между северными коленами Израиля и явином царем Хацора и его военачальником Сисрой этот Сисра потерпев поражение в результате боя убегает от преследования и попадает в шатер к женщине которая не принадлежит еврейскому народу но принадлежит к людям к народу сочувствующему еврейскому народу а именно к кенийцам Яэль ее зовут Яэль и он забегает к ней в этот шатер и просит у нее убежище и она соглашается но при этом выясняет очень быстро выясняется что это тоже манипуляция потому что она его укладывает в шатре накрывает его поит и после этого он когда он засыпает правда она поит его не вино молоко он засыпает и тогда она берет колышек шатра берет в руки молот и вбивает молотом этот колышек в висок в сесре который естественно падает на землю после чего она выходит навстречу военачальнику иудея в бараку и говорит вот твой противник мертв нет мне кажется сомнения что этот сюжет послужил тоже своего рода основанием для того описания которое здесь изображает нам автор книги иудит но но тут есть два важных отличия во первых конечно Яэль не иудеянка а иудит именно иудеянка сама иудеянка спасает свою теперь хотя Яэль заслуживает всяческих похвал в песне которую в следующей же главе книги судей книги шоптин поет двора о которой мы еще будем в следующий раз говорить там говорится следующее будет славно среди жен будет благословенно среди жен Яэль дальше описывается как она его заманила и как она его убила и там добавляется одна деталь которая не в прозаическом тексте бейн раглея кара нафаль шахав бейн раглея кара нафаль башер кара шам нафаль шадун буквально это значит следующее между ног ее свалился пал и лежал между ног ее свалился пал там где свалился там пал мы видим что тут есть пять раз употреблен семь раз прошу прощения употребленных глаголов два из них собственно повторяются шесть раз кара нафаль свалился и пал и один шахав лежал отдельно теперь в принципе это можно понять по простому да она его ударила и он упал между ее ног но несмотря на это есть мидраж который приводится в илонском талмуде в трактате ивамо в котором говорится о том что эти семь глаголов обозначают семь раз соития которое произвел сестра по отношению к еле до того что она его убила то есть мидраж вчитывает в этот текст сексуальную коннотацию он упал между ее ногами и хотя речь идет о позднем раввинистическом мидраше мы знаем что нередки случаи когда такого рода мидраши на самом деле опирались на довольно древние традиции уходящие своими корнями в эпоху второго храма во всяком случае не исключено что и в этот и эта традиция была известна более того некоторые исследователи считают что именно на это и намекает песня дворы возможно так или иначе мы видим что автор книги иудит подчеркивает что вот такого с иудит не было вот уж тут точно ничего не было потому что он упал так и не дотронувшись до нее лишь вожделение а после этого она взяла меч и отрубила ему ковы на самом деле есть еще одна женщина которая упомянута в книге шоуфтим и которая убила мужчину сбросив со стены ткацкие станок и некоторые указывают и на эту параллель речь идет о 9 главе книги шоуфтим где так погибает узурпатор царь Абимеля которым проламывает вот этим ткацким станком голову женщина находящаяся находящаяся на стене осажденного города но я хочу здесь указать указать еще на две параллели в оставшееся время чтение мы уже видимо продолжим в следующий раз на две параллели которые менее ясны потому что речь идет не о женщинах а о мужчинах и тем не менее все-таки нужно их упомянуть особенно в свете продолжения победы иудеев над их врагами одна история тоже из книги Суды которая рассказывается в третьей главе книги Суды до Ярея и там появляется такой персонаж Игут Бенгера Сталена Бенегуна который появляется наедине разговаривает с поработителем народа Израиля Иглоном царя Муава царя Муава и тоже занимается подобного рода манипуляцией он добивается того что никого не остается кроме них двоих после чего он достает меч и убивает убивает этого царя и выходит возвращается после этого в мудейский стан а собственно сами маавитяне лишь значительно позднее узнают о том что произошло почему это нам здесь важно потому что Игут возвращается и говорит о том как бы объявляет объявляет своим соотечественникам трубит шофар и объявляет что Господь даровал нам победу мы можем гнать наших врагов и это то что происходит так и здесь вот еще два стиха прочтем и сбросив с постели тело его взяла со столбов на ночь спустя немного она вышла и отдала служанке своей голову Алаферна а это положил ее в мешок со свистными припасами и обе вместе вышли по обычаю своему на молитву пройдя стан они обошли кругом ущелья поднялись на голову и пошли к воротам ее иудив и издали кричала сторожившим при воротах отворите отворите ворота с нами Бог Бог чтобы даровать еще силу Израиля и победу над врагами как даровал на сегодня а то есть происходит то же самое что и в случае Игуда и вторая параллель которую я хотел на которую я хотел указать которая связана именно с головой может кто-то из вас уже отгадал поскольку речь идет о мужском персонаже это никто иной как Давид который побеждает Голиафа а в каком-то смысле силы иудит и Аллафер но такие же как Давида и Голиафа Аллафер опытный воин она женщина а там Голиафа опытный воин а Давид всего лишь юноша посту но и там и там герои обращаются с молитвой к Богу и уверены в его поддержке но что для нас существенно что в случае Давида он отрубает голову правда уже мертвым Голиаф и забирает эту голову с собой там говорит что он уносит ее в Иерусалим я сейчас не буду задаваться почему Иерусалим еще Иерусалим не в руках Израиля это отдельная отдельная сложность но так или иначе иудит подобный Давиду уносит голову врага Израиля то есть мы видим тут целый калейдоскоп библейских образов которые ставят иудит на очень большую высоту да и главное подчеркивает не просто словесными интригами не просьба о заступничестве перед язычником добивается избавления Израиля а лишь взявший в руку меч и с молитвой на устах орудуя этим мечом как сегодня орудуют наши солдаты воюя с врагами это для автора книги иудит принципиальный момент принципиальный момент и это тот момент который свяжет книгу с маковейскими книгами и поможет нам более менее это датировать значит наше время истекло да мы запомним что мы останавливаемся на на 12 стихе главы 13 я думаю что в следующий раз мы дочитаем книгу иудит и я заранее скажу что мы еще одно занятие посвятим средневековым мидрошам связанным с образом иудит которые возвратили иудит празднику ханука вопросы пожалуйста если есть вопросы сейчас самое время задать вопросы замечания что-то осталось не ясным с чем-то хочется поспорить чем-то вы не согласны дима да пожалуйста да я хотел пару замечаний да первое что того что есть общего между эстер и иудит это то что обе они как ты упоминал добиваются своего манипуляции да вот это что общее а теперь что их еще разделяет разделяет их значит вопрос о поведении как мы сейчас говорим голубном или или не голубном с одной стороны казалось бы что эстер ведет себя более голубным образом не берет никакого оружия исключительно манипуляция вот но с другой стороны если посмотреть более луким образом то для как ты объяснил для иудит для нее важны заповеди то есть то есть это здесь можно вспомнить что сказали мудрецы что после разрушения храма в общем вообще в Галуте значит у евреев значит божественного присутствия я не помню как формулировать но лучше меня помнишь осталось только четыре локтя глахи да вот и это тот мир в котором живет иудит окей вот в отличие от этого значит мир которым живет эстер это мир существования еврейского народа хотя он и в диаспоре но тем не менее это мир существования это вот то различие значит которое в котором по-видимому проявляется то что книга иудит была написана в диаспоре по-видимому в отличие от книги эстер которая скорее была написана в Израиле я не думаю так я не думаю так я понял то что ты говоришь но я так как раз не думал значит во-первых что касается галутной психологии и диаспорной психологии и психологии страны Израиля мы еще будем об этом говорить дальше она проявится в книге иудит значит что касается самой что касается книги эстер то скажем так многое говорит за то что она написана была в диаспоре и по содержанию и по языку да значит как бы я сейчас не буду слишком подробно в это входить но в принципе многие исследователи книги эстер полагают хотя есть такие которые говорят и о возможности окончательной редакции книги эстер на территории страны Израиля но многие исследователи говорят о том что эта книга была создана в персидской диаспоре теперь что касается книги иудит то здесь все очень спорно и некоторые основывают идею о том что она была создана как раз в диаспоре на том что автор казалось бы совершенно незнаком с историческими географическими реалиями все путает хотя на самом деле можно спутать хронологические реалии находясь в стране Израиля и как я постараюсь показать это вообще его прием вот я не убежден в том что это может быть действительно слишком серьезным аргументом а тот факт что эту книгу очень многое сближает с первой маковейской как я еще буду показывать на мой взгляд как раз говорит о том что она была написана в стране Израиля а не за ее пределами поскольку кроме того сейчас все больше и больше усиливается мнение согласно которому книга была написана исходно на иврите не на греческом то это дополнительный аргумент в пользу ее происхождения в стране Израиля теперь что касается того что сказал принципиальный такой момент касательно заповедей значит это верно конечно что после разрушения храма заповеди оказались скрепой как бы вот этот после храма воиудаизм но вопрос в другом когда это все возникает когда это все возникает понятно что это процесс который не произошел как бы на момент и что мы не знаем что точно например соблюдалось в эпоху первого храма в какой форме соблюдалось что соблюдалось наверняка что-то да просто у нас очень мало для этого материала чтобы это как-то оценить мы мало знаем о том что соблюдалось во время Вавилона персидского пленения опять же у нас слишком мало материала на этот счет но опять же видимо соблюдалось и мы понимаем что какой-то качественный скачок произошел в середине пятого века во времена Эзерни и Мехемии когда судя по всему была канонизирована был канонизирован текст но это был лишь первый качественный скачок а вот второй качественный скачок который зафиксирован во многих очень текстах этот скачок произошел в середине второго века до новой эры как раз в момент противостояния греческого греческой еврейской цивилизации культуры и мы знаем это действительно подтверждается очень многими текстами и это как бы на эту тему написано немало исследований что именно в эту эпоху как бы вот впервые в четкой форме формулируется идея о том что еврей это прежде всего тот который соблюдает заповеди Доры и не отступается от них ни при каких обстоятельствах так что в этом смысле я бы не сказал что можно по этому принципу определить что книга Эстер она как раз в земле Израиля а книга Иудит в диаспоре их разделяет время не столько пространство их понятно что разделяет на мой взгляд их разделяет время книга Эстер это книга персидской эпохи книга Иудит это книга эллинистической эпохи вот еще вопросы замечания есть ли еще вопросы или замечания друзья тогда мы на этом сегодня завершим наш разговор окей спасибо Вадиме спасибо всем нам счастливого пока спасибо 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 Продолжение следует...